В подворье Трифонов-Печенского монастыря более 10 лет находят приют оступившиеся в жизни люди. Среди них бывшие осужденные наркоманы. Нынешние постояльцы отличаются от прежних, а самоподворье готовится сменить статус. Слово или никим. В подворье Трифонов-Печенского монастыря ждут большие перемены. Возможно, на Кольской земле совсем скоро станет на один монастырь больше. Архиерейское подворье возвышается на улице Кооперативной. Ежедневно сотни мурманчан любуются его деревянными постройками. И лишь немногие решаются зайти на территорию. Впрочем, совершенно напрасно. Здесь, посреди произведений деревянного зодчества, чувствуешь себя вне суетливого города. А ведь в нескольких десятках метров за стеной, сложенной из толстых бревен, круглыми сутками кипит движение на одной из главных магистралей Мурманско-Окольском проспекте. Владимир Лешко большую часть времени проводит в молитвах, а также помогает по хозяйству. Оно здесь не маленькое, включает в себя жилые постройки, баню и даже библиотеку. Путь к вере, признается Владимир, был тернистый. Он, как и другие постояльцы подворья, имел судимости. И провел в местах лишения свободы около 30 лет. Отец Трифон стал настоятелем подворья полгода назад и рассказывает, что таких трудников со сложной судьбой, как у Владимира, здесь 25. И все они проходят предварительный отбор. Проводить праздновремя или употреблять наркотики и алкоголь здесь запрещено. Тот приют, который был здесь, он стал таким притчево-языцем в Мурманске. Что здесь и пьянки, и поножовщина, и сюда страшно ходить. Поэтому, конечно, мы первое обратили внимание на это. Во-первых, было проведено медицинское обследование всех насельников приюта. Во-вторых, мы поставили даже условие, что если вы хотите быть при монастыре, то это обязательно молитва и труд. Постояльцы сменились, но это не единственные глобальные перемены. Уже весной подворье поменяет статус и станет монастырем. Документы поданы в Патриархию, рассматриваются. Потом настоятель, будущий настоятель монастыря, наместник называет, должен пройти стажировку в одном из благоустроенных монастырей. И если Бог даст мне это, то я буду проходить тоже стажировку. Там где-то около двух недель, трех недель. И после этого на Синоде решается уже вопрос о монастыре. Синод у нас в марте намечается, может быть, будет чуть попозже. Отец Трифон делится планами и говорит, что присвоение статуса даст больше возможностей для развития подворья. Кроме всего прочего, это место давно приглянулось иностранным туристам. Они с удовольствием делают фотографии в таком живописном месте. Поэтому нужно как можно скорее отремонтировать опорную стену. Конструкция удерживает искусственную насыпь, а также довести до ума трапезную. Здание недостроенное. У нас поползла стена, давит на бревна земля, насыпная, вот около храма. И там угроза вообще обвала. Поэтому мы сейчас нам, люди, благотворительно сделали проект замечательный. И сейчас мы изыскиваем средства, чтобы с весны начать укрепление этой стены. Убираться будет деревянная стена. Ставится на 30 метров бетонная стена. То есть работы много, конечно, и помощи мы просим у всего мира православного. Настоятель хотел бы, чтобы экскурсии для туристов носили познавательный характер. Для этого нужен специалист, знающий досконально все исторические и просто любопытные факты о подворье. А их немало. Например, три возвышающихся на территории креста оказалась эта усыпальница двух матушек и строителя и ермонаха Вячеслава. Он такой из покаявшихся разбойников, который осознанно пришел к вере в колонии строгого режима. И вместе с своими друзьями они решили здесь, на Кольской земле, создавать монастырь. Когда выйдут на свободу, чтобы в нем проводить время уже с покаянием и свою жизнь закончить вот так в Боге. Вот уже второй десяток лет подворье монастыря не просто украшение и достопримечательность Мурманска, а место, где занимаются социальным служением. Приобретение нового статуса наверняка даст новый стимул для развития. А значит, больше заблудившихся в жизни путников смогут здесь остановиться и, набравшись сил, держать путь дальше.